Привет! Очень давно не виделись, давно не снимала видео, потому что мне ужасно натоел айфон. В плане съемок видео мне перестало нравиться качество, и наконец-то у меня есть камера! И я надеюсь, что я буду продолжать снимать видео, но уже гораздо чаще. С камерой, я думаю, это будет гораздо приятнее. И сегодня я бы хотела начать свой новый этап видеоблогинга с рубрики Dutch for Free. И я вам сегодня расскажу о двух книжках. Одна для детей, другая для взрослых. И обе из этих книжек могут нам помочь вучить голландский язык как можно быстрее и, главное, с удовольствием. Итак, первая из них — это вот эта книжечка. Она называется «Fight and Spell». Это такая серия. И эта книжечка о человеческом теле. Вообще, в этой серии можно найти разные книги на разные темы. Это о человеческом теле. Но я видела также о динозаврах. Но как-то динозавры меня уже не интересуют. Ну, на данный момент не интересуют. Я взяла о человеческом теле. Что здесь хорошего? Здесь очень простые предложения, классные картинки. Здесь очень много цветов. Можно рисовать, черкаться. И все такое, все такое, все такое. И тем самым можно пополнить свой словарный запас и выучить голландский язык. Например, здесь вот. О кровеносных сосудах, о нашем сердечке. Что выходит из сердца, что туда заходит. И читая вот такие простые предложения, можно выучить очень много всего. Не только касательно человеческого тела, просто даже какие-то слова, которые могут пригодиться в дальнейшем в обыденной жизни. Здесь вот, например, нужно заполнять какие-то задания и так далее. Нужно считать свой пульс. То есть это все на самом деле очень интересно, очень просто, занятно. Главное, что это понятно будет каждому. Особенно, когда вы начинаете учить свой язык. Если честно, вот, например, очень часто советуют книжку Епи Яники, Анна Схмит. Но вот мне она не нравится. Для меня вот это гораздо интереснее, потому что это научно-популярная литература. Она немножко задействует мой мозг. Мне нужно думать, мне нужно запоминать. И, в общем, мне это оказалось гораздо интереснее, чем обычные сказки для детей. Так что попробуйте, если Епи Яники вам тоже не подошли. Вторая книжка. Вторая книжка. Ее автор Паулин Корнелиса. Вообще, первая книга этого автора была книга «Талыш Эхс Мэй Дин». То есть язык это действительно мое. Она у меня тоже есть. Я ее начала читать, но не дочитала, потому что что-то у меня внимание переключилось. Она на тот момент была для меня немножко сложной. И, наверное, мне надо попробовать еще раз. Но я купила ее в следующую книгу. Это книжка у Кави. Кави – это «Морская свинка» по-голландски. И вот эта вот «Морская свинка» ходит на работу. Она офисный червь. Она, в общем, работает в офисе. И вот такие смешные истории написаны про нее. Как она там заваривает кофе, как она с коллегами общается, как она пишет имейлы. Это напоминает немножко чем-то нашу Людмилу Петрушевскую, ее сказки о животных. Там, где всякие мухи, цокотухи вязали трусы своим мужьям и прочее. То есть животные вели просто жизнь людей. Но то здесь то же самое. Очень смешно. И главное, что каждый офисный работник себя здесь узнает. Это 100%. Это весело. Кроме того, бумага хорошая. Книжки. Можно также делать заметки. Язык не очень сложный. То есть, мне кажется, для уровня А2-Б1 уже можно так потихонечку. Б1-Б2, я думаю, смогут это читать уже легко. Я надеюсь, что эта книжка вам тоже понравится. Может, вы ее уже читали? Если да, то напишите мне в комментариях. Будет очень интересно. Будет также очень приятно узнать, какие книги любите вы на голландском. И что-то вы...